Привет! Сколько бы познавательных роликов ты не смотрел, всегда останутся вещи, которые попадутся тебе на глаза впервые в жизни. Ну, например, водопад из десяти тысяч унитазов. Или гоночная машина, которая преодолевает законы гравитации и делает мертвую петлю. Заинтригован? Тогда смотри подборку до конца. Поехали! Готовы поспорить на что угодно? Ты не угадаешь, что показано на этом видео. Но будешь прав, если подумаешь, что это живое. Перед тобой мини-ферма для выращивания медуз. Автор этого видео знает о медузах абсолютно все. А еще он владелец крупнейшей в Европе фермы по выращиванию этих животных. Компания продает специальные приспособления для разведения медуз, а еще оказывает своим клиентам всю необходимую помощь в процессе. Так что ты вполне можешь купить такую ферму и для себя, если готов как следует повозиться. Скворечникам около дома никого особенно не удивишь. А что если установить прямо в собственном жилище настоящий улей? Это не так сложно, как кажется. Смотри сам. На стене висит самое что ни на есть мини-экосистема, которую разработали в Нидерландах. Все, что нужно для ее установки, это доступ к окну, куда пчелы будут вылетать по своим делам. Ну а все остальное внутри уже есть. Можно просто наблюдать и наслаждаться результатом в виде сладкого домашнего меда. Некоторым искушенным туристам уже до смерти надоели известные достопримечательности вроде Эйфелевой башни или Колизея. Поэтому они ищут более необычные места. Ну, например, водопад в китайском Фашане. Но не спеши делать выводы. Это очень непростой водопад. Он, как бы это сказать, состоит из десятков тысяч использованных унитазов, раковин и писсуаров. Все это складывается в стену длиной 100 метров и высотой в 5. Расположение такой странной достопримечательности не случайно. Китайский город Фашан известен производством фарфора и в частности унитазов. Так что выбор материалов для художника-керамиста Вэйхуа был вполне логичным. Мы об этом почему-то никогда не задумываемся, но всем окружающим нас животным пресная вода нужна не меньше, чем нам. Даже самым крошечным животным вроде муравьев. Посмотри, как круто одному оператору удалось снять это трудолюбивое насекомое в момент утоления жажды. Кто не знает компанию Hot Wheels? Машинка этой марки есть, пожалуй, у каждого второго ребенка в мире. А еще бренд известен выпуском крутых гоночных треков, например, с мертвыми петлями. И оказывается, покорить такие можно и в реальной жизни. В 2012 году Hot Wheels организовала историческое выступление на всемирных экстремальных играх X Games, состоявшихся в Лос-Анджелесе. Тогда двое профессиональных пилотов Теннер Фауст и Грег Трейси проделали самую настоящую мертвую петлю на реальных машинах. Причем одновременно. Вот это действительно надежное сцепление с дорогой. Если мы скажем тебе, что скульптуры можно делать из деревянных дощечек, что ты представишь? Наверное, нечто слегка нелепое. Но точно не это. Перед тобой потрясающие работы Джилла Брувеля, который нашел совершенно неповторимый стиль в скульптуре. Мало того, что у него получается передавать человеческие эмоции с помощью столь непривычного материала, так он еще и раскрашивает его так, что монументы похожи скорее на фантастических персонажей Аватара, чем на реальные объекты. Есть хотя бы какие-нибудь догадки о том, что это такое? Не будем мучить. Перед тобой морской червь глицера. А странные черные штуковины – это ее зубы. Кстати, они не только выглядят необычно. Их состав тоже необычен. В нем присутствует очень высокий процент меди. Ученые сделали это открытие совсем недавно. И это стало первым случаем, когда в живом организме было доказано присутствие процесса биоминерализации на основе меди. Ты можешь подумать, ну и что с того? Оказывается, такие исследования вполне способны помочь науке создавать новые материалы высокой прочности и износа стойкости. Нет, тебе не показалось. Это действительно колодец с водой, которая горит. Но это же противоречит всем законам физики. Не совсем. Дело в том, что во многих колодцах и шахтах скапливаются взрывоопасные газы вроде метана или сероводорода. Они представляют опасность. Поэтому перед спуском камеру обычно проверяют с помощью лампы с открытым огнем. Ну а к этому колодцу, видимо, просто поднесли спичку. Взрослый мужчина вряд ли будет играть в машинку с радиоуправлением, правда? Другое дело — бульдозер на пульте управления. Оказывается, и такие бывают. Не уверены, что в такой штуковине есть смысл на настоящей стройке, но немного побаловаться всегда приятно. Хорошая игрушка. Постойка, это что, ворота в ад? Очень правдоподобно. Но на самом деле это огромная печь для глиняных изделий. И вот какую красивую посуду в ней делают. Только представь, температура внутри доходит до 1300 градусов Цельсия. Догадаешься, зачем нужна эта странная конструкция? Присмотрись повнимательнее. Да это же специальный лифт, который помогает спускать судно на воду. Вообще такие подъемники есть по всему миру, но в Китае, кажется, они самые продуманные. Тут даже есть шлагбаум и другие автоматизированные элементы, которые выглядят как настоящие конструкции из супергеройских фильмов. Нет, это не просто пропеллер или странный вентилятор. Это пропеллер, который превращается в проектор. Лопасти этой штуковины крутятся так фантастически быстро, что человеческий глаз даже не успевает их замечать. Вместо этого он видит невероятное световое шоу с красочными изображениями. Но если у тебя дома есть код, о поиске этой штуковины на Алиэкспресс можешь забыть. Создается ощущение, что это кадры из какой-то тайной лаборатории безумного профессора. Тебе же тоже показалось, что на видео мозг под куполом, да? Но нет, оказывается, это просто достаточно редкий вид медуз. Ну а то, что кажется мозгом, это на самом деле внутренности этих животных, которые принято называть гастродермой. Можно сколько угодно говорить о том, что скоро роботы заполонят планету. Но иногда их создание действительно необходимо. Представь себе, у тебя есть огромное поле несобранной клубники. На улице аномальная жара, да еще и социальная дистанция. Что логичнее, привезти на поле целую бригаду рабочих или использовать одного очень мощного робота? Ответ очевиден. Тем более, что эта машина от американской компании Траптик собирает ягоды во много раз быстрее человека. А еще не попросит отпуск или больничный. Думаешь, все бомбочки для ванны обязательно должны быть розовыми и пахнуть лавандой? Любители ужастиков тоже обожают расслабляться. И делают они это в соответствующих декорациях. Но не переживай, это, конечно, не настоящая кровь. Да и пахнет она, скорее всего, малиной или чем-то в таком духе. Много ли ты в жизни видел котов, которые любят воду? А которые умеют плавать? Усложним вопрос еще больше. А тех, которые умеют плавать в жилетке с плавником акулы? Ну, по крайней мере, одного теперь точно видел. Представь, гуляешь ты себе по райскому пляжу, наслаждаясь видом океана, как вдруг замечаешь на песке вот такое чудище, прямо как из мультика «В поисках Немо». Что это вообще такое? Неужели правда удильщик? Но ведь всем известно, что удильщики обитают на огромной глубине. Они вообще плохо изучены. Именно потому, что человеку просто очень тяжело добраться так далеко. Тем не менее, каким-то образом этот морской черт все-таки оказался на пляже в Ньюпорт-Бич, штат Калифорния. Ученые так и не разгадали, как. Но вместо того, чтобы играть в Шерлока, пока что они просто радуются редкой возможности изучить такой уникальный вид рыбы. Кажется, эта женщина очень хочет превратиться в вертолет и улететь куда подальше. Ну а для чего еще может понадобиться такое странное приспособление? Что ж, оказывается перед тобой новый тренд в индустрии красоты. Это специальный тренажер для мышц лица. Видишь, кругляшки на его концах. В комплекте их несколько разного веса и цвета, чтобы наращивать нагрузку по мере тренировок. И разработчики утверждают, если заниматься два раза по 30 секунд в день, никакого ботокса не понадобится. Ну что сказать, если это правда, то пластические хирурги от изобретения наверняка не в восторге. Нет! Господи, пожалуйста, нет! 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 В ноябре по всему миру резко возрастает спрос на тыкву. Из нее делают украшения для Хэллоуина и пироги. Ну а в канадской провинции Новая Шотландия придумали кое-что поинтереснее. Здесь тыквы настолько огромные, что их используют в качестве шлюпок. Берут тыкву весом в несколько сотен килограммов, вычищают из нее мякоть, хватаются за весла и плывут одной веселой компанией. И это не про какую-то маленькую группу энтузиастов. Ежегодно в городе Виндзор проводится целая регата на тыквах. Сотни людей приезжают на это событие. Кто-то поучаствовать, а кто-то просто посмотреть. Только представь, вес нескольких шлюпок доходит до полутонны. Кстати, тыквы с движками тоже есть. Но обычно съедобные лодки отлично держатся на плаву и без этого. Автору этого видео хочется сказать лишь одно. Парень, ты что, забыл, что черное с белым стирают отдельно? Ладно, если серьезно, то стирка тут, конечно, не при чем. Просто по какой-то причине на этой ферме именно часть стиралки решили использовать как дверцу в курятник. Ну, знаешь, как что-то вроде этих маленьких отверстий для кошек и собак из американских фильмов. Редактор субтитров А.Семкин